По работам художника можно проследить за самыми яркими моментами его творческого пути. На протяжении не одного десятка лет преподаватель детской школы искусств номер два Татьяна Есеникова создавала на холстах интересные образы. Иногда идеи для нового произведения искусства художнику диктует сама глина. Обжиг дает свое, и материал дает свое. То есть глина заставляет уже как-то по-другому видеть это пространство. Оно делится на какие-то фрагменты, добавляет совершенно неоткуда взявшиеся детали. В экспозиции представлены работы в смешанной технике. Сама художница называет это авторским стилем. Татьяна Есеникова старается сочетать на одном холсте графику и керамику. Вымышленные персонажи, написанные акриловыми красками, дополняют фактурные детали из обожженной глины. Когда даже у меня ученики начинают работать, я всем говорю, глина вами руководит. То есть пока вы не научитесь ею управлять, она достаточно податливый материал. И очень интересный в работе, представляет вообще широчайший диапазон. Начиная даже вот просто с цвета, фактуры и кончая вот просто возможностью изобразить то, что хочет художник. Больше 20 лет Татьяна Есеникова преподает в детской школе искусств номер 2. В 2005 году она вступила в Союз художников России. И это стало переломным событием в жизни. На более зрелом этапе творчества Татьяна Владимировна ушла от реалистичных образов. Выставка названа «Эхо». То есть как бы эхо, отклик того, что, скажем, произошло со мной, с общением с людьми. То есть вот мы с вами общаемся, я вечером приду, у меня такое впечатление останется. Может быть, я даже картину нарисую. Но не получается у меня реальные люди. Работы Татьяны Есениковой хранятся в фонде городского музея и в частных коллекциях. Поводом показать их миру стал областной фестиваль керамики «Живая глина», который в эти дни проходит в нашем городе. Увидеть картины мастера можно в выставочном зале детской школы искусств номер 2 на Московской. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.